Приветствую вас, дорогая церковь. Если я не ошибаюсь, последний раз, когда я здесь стоял, это было еще в прошлом году. С вашего позволения я бы сначала помолился, прежде чем мы начнем наши размышления. Отец Небесный, с трепетом открываем Писание при Тобою. Желаем услышать, Господь, Слово Твое. Желаем услышать истины Твои. И желаем, Господи, чтобы Ты показал нам славу Твою через Твое Писание. Желаем, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца, наш разум, чтобы мы увидели себя в Писании, чтобы Писание открыло нам нашу сущность, открыло нам Твою сущность и привело нас, Господь, к умолению при Тобою. Благослови сейчас, Господь, наше размышления, благослови всех, кто слушает. Да будет Тебе в этом слава. Аминь. Я помню, как один брат сказал, что в Ветхом Завете трудно выбрать какой-то текст, сжатый, чтобы на него проповедовать. Обычно приходится рассуждать над целыми главами, чтобы донести какие-то мысли. И поэтому я охотно приглашаю вас открыть 49-й Псалом. Мы будем читать с первого стиха. Я прочитаю этот Псалом. Я думаю, что вы сможете следовать за мной, как мы будем размышлять. 49-й Псалом с первого стиха. Бог богов, Господь, возглагалал и призывает землю от восхода солнца до заката, до запада. Сиона, который есть вверх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль. Я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда предо мною. Не примут тельца из дома твоего, Не козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, И скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, И живых на полях предо мною. Если бы я взолкал, То не сказал бы тебе, Ибо моя вселенная И все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, И пью ли кровь козлов. Принесите в жертву Богу хвалу, И воздайте Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, Я избавлю тебя, И ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, Что ты проповедуешь уста мои, Уставы мои, И берешь завет мой в уста твои, А сам ненавидишь наставления мои, И слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, И язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, На сына матери твоей клевещешь. Ты это сделал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, Дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. В этом псалме описываются два основных греха. Эти грехи были очень распространены в то время. Я думаю, многие согласятся, что эти грехи также распространены и среди нас, живущих в 21 веке. Первый грех, о котором говорит этот псалом, это формальное, не от сердца идущее поклонение Господу. И второй грех, это летимерное поведение друг к другу. Псалом представляет нам картину действия, которые происходят как будто на суде. Хотелось бы, чтобы мы представили просто комнату суда и такую большую комнату, в которой присутствуют следующие личности. Мы знаем, что на суде должен присутствовать судья. На суде должны присутствовать те, кого обвиняют. Затем должны присутствовать свидетели. Должен присутствовать тот, кто обвиняет. Ну, иногда должен также присутствовать тот, кто защищает, кого обвиняют. Не всегда, но бывает, что присутствует. Чаще всего присутствует, как мы все понимаем, адвокат, который защищает. И первые шесть стихов можно описать как заседание суда. Действие этого псалма происходит следующим образом. Судья является, судьею является сам Бог. Обвиняемыми является народ израильский. Свидетелями этого суда становится небо и земля. А также сам Бог будет свидетельствовать против своего народа Израиля. В первом стихе Бог призывает всю землю от восхода солнца до запада. Господь призывает свидетелей неба и землю судить народ израильский. И дальше добавляет, что Он сам лично будет свидетельствовать против Израиля. Интересно, что обвинителем на этом суде является тоже Бог. И мы можем сказать, что Бог в какой-то момент на этом суде предлагает израильскому народу защиту. И это так и есть, Он предлагает им защиту. Но Он начинает с того, что Он обвиняет их. Со 2 по 6 стих нам описывается очень драматический вход в суди на свой суд. Написано, Сиона, который есть вверх красоты, является Бог. Прочитав эти слова, которые есть вверх, мы можем предположить, что эти слова относятся к Сиону. Но если посмотреть на текста оригинала, слово «вверх» обозначает полноту и совершенство. То есть полнота и совершенство – это именно то, что описывает нам атрибуты самого Бога. Поэтому, когда мы читаем, что Сиона, который есть вверх красоты, является Бог, является полнота и совершенство самого Бога, покинув свое место пребывания с горы Сион. Господь больше не будет безмолвленно молчать. Он будет говорить о грехах, совершенные, во-первых, израильским народом, а затем и второй группе людей – это грешникам. И мы читаем, как Бог нисходит с горы Сиона таким же образом, как Он когда-то сходил с горы Харим, с горы Синай, с огнем перед Ним, с великой бурей, с громом и с молнией вокруг Него. Но на этот раз Он нисходит с законом к народу. На этот раз Он приходит, чтобы истолковать Его внутреннее и духовное значение. Заняв место судьбы, суди, Господь призывает небо и землю занять место свидетелей, чтобы судить народ. Потом Он велит помощникам собрать всех подзащитных. Сначала Бог берется судить святых народа Своего и после начинает судить грешников. Итак, в пятом стихе святой народ Израиля, который Он описывает как «вступивший в завет с ним при жертве». Речь идет о завете, который Израиль заключил с Богом на горе Харим. Этот завет был скреплен кровью жертвоприношения. Был день, когда Моисей взял книги, взял закон, прочитал все это народу, и народ сказал, «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Моисей взял кровь, окропил народ, и говоря, «Вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах этих». В шестом стихе добавляется нам еще один, добавляется еще один атрибут Бога. Это праведность. Если, братья, высветят шестой стих. В русском переводе написано, что небеса провозгласят правду Его. Но опять же хочется привести во внимание текста оригинала, там немного глубже передается слово «правду Его». И в текстах оригинала используется слово «праведность». Небеса провозгласят праведность Его. Именно небеса провозгласят еще один атрибут Бога. Значит, пред нами судья, которого атрибуты полнота, совершенство и праведность. И этот судья говорит, «Соберите всех моих святых, которые заключили со мною завет». Давайте же посмотрим на первый грех, который описывается в этих стихах. Это грех формального, не от сердца исходящего поклонения Богу. Или другими словами, мы можем сказать, грех обрядности, обычая. 7 по 15 стих. В 7 стихе Бог занимает место обвинителя и свидетельствует против своего же народа, Израиля. В человеческом понятии, на человеческом суде было бы несмысленно, если бы судьей был тот же человек, который и обвиняет. И это правильно? Я не могу себе представить быть на суде, и тот, кто меня обвиняет, будет тот же человек, который будет выносить вердикт. Но в данном случае это вполне возможно, так как судьей является полнота, совершенство и праведность. Сам Всевышний Бог. И Бог с самого начала дает понять, что Израиль не искуплен жертвами, которые приносят ему. Они верно приносили все сожжения, но проблема заключалась в том, что они думали, поступая так, они полностью выполняют свои обязательства пред Господом. Мамы, представьте себе, ваши дочери весь год равнодушны к вам. Но на 8 марта они обязательно дадут вам букет цветов, скажут приятные слова. Или отцы, представьте, что ваши сыновья никогда не благодарят вас за то, что вы делаете, за сколько много вы делаете для них. Но они обязательно вам подарят какой-нибудь подарок на День Папы. Господу не нравится, что загружая его жертвенник жертвенными животными, люди продолжают относиться к нему лично с прохладой и равнодушием. Что касается технической стороны жертвоприношения, Божий народ был исполнителен. Они четко все исполняли. Если мы посмотрим на книгу «Исход», 28 главу, с 3 стиха, послушайте, что Бог говорит. «И скажи им, израильтянам, вот жертва, которую вы должны принести Господу, два агнца однолетних, без порока, на день, во все сожжения, постоянные». Исход 28.3. Одного агнца принесите утром, другого агнца принесите вечером. Попробуем себе представить, сколько это всесожжения, сколько животных были принесены ежедневно, не включая тельцов и козлов, это исключительно только агнцев. И Бог говорит, «Все сожжения твои всегда предо Мною. Этот закон ты выполняешь четко, но не за них я буду тебя укорять, а за то, что все эти жертвы ничего больше, как обряд. В сердце поклонения Богу отсутствует». Английский евангелист прошлого века Фредерик Мейер прокомментировал на этот псалом следующие слова. «В этом псалме строго осуждаются лицемеры, которые удовлетворяются внешним повиновением и исполнением обрядов в Доме Божьем, но не чувствуют любви и благодарности в сердце своем». Вот почему Бог говорит, что не примет тельца из дома их и козла из двора их. Бог не формалист. Его не удовлетворяет простое соблюдение религиозных обрядов. Учредив систему жертвоприношения, Бог никогда не хотел, чтобы люди прикрывали правильными действиями на показ свое внутреннее неправильное отношение к Нему. Это очень важно. Учредив систему жертвоприношения, Бог никогда не хотел, чтобы люди прикрывали правильными действиями на показ свое внутреннее неправильное отношение к Нему. Если бы народ Божий остановился и задумался, они бы осознали, что Бог все равно принадлежит все существа в мире, все звери в лесу и скот на тысячи гор принадлежит Богу, все птицы в воздухе, Он всех их знает, все, что движется на полях, все Ему принадлежит, они бы быстро поняли, что Богу ничего от людей не нужно. Бог не страдает от голода, даже если бы Он и захотел. Ему не нужно было бы просить ни о чем, потому что все, что принадлежит Ему, оно принадлежит Ему от начала, от создания. Он не питается, не наслаждается вкусом мяса цельца и крови козлов. В этом смысле Бог полностью самодостаточен. И тут напрашивается вопрос, чего же тогда Бог требует от Своего народа? И мы видим ответ в 14-15 стихе. Первое, что Бог требует от Своего народа, это благодарение. Никакой дар не заменит благодарности. Слишком часто мы подобно детям, которые восприменили, восприняли материнскую заботу как нечто само собой разумеющееся, а после ее смерти, чтобы восполнить недостаток благодарности, похоронили ее в золотом гробу, в фирменной одежде. Но это неблагодарность. Как мы слышали сегодня утром и как Яша упоминал Иова, как в один день потерял Он все полностью. Написано, что Иов пал на землю и поклонился и благословил имя Господне. следующее, исполнение обетов и обещаний. Воздай Всевышнему обеты твои и обещания любви, поклонения, служения и преданности. И мы видим, как Иов четко исполняет все это после того, как с ним случилось несчастье, потеряв всю семью, весь скот и все, чем он дорожил. Но он остался верным. Зато у Израиля это очень плохо получалось. Следующее поклонение и молитва. Бог говорит, ты призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот чудесный текст, позволяющий нам увидеть сущность Бога, позволяющий нам увидеть сердце Господа, ему нравятся молитвы, ему нравятся молитвы его народа, и он любит отвечать на эти молитвы. Бог желает встать на защиту тебя и меня. Тогда, когда у нас дни скорбные, когда нам тяжело, Бог хочет нас защитить. Что мы подразумеваем под словом скорбь? Очень хорошее обозначение я нашел в интернете, оно говорит скорбь. Это непереносимое горе, с которым невозможно бороться. Скорбящему человеку остается лишь взывать о помощи. Именно это Господь говорит. Возови ко мне в день скорби, и я избавлю тебя. Мы все хорошо понимаем, что это не говорит о том физическом факторе скорби, и что этот фактор сразу уйдет. Возвав к Богу, потому что ваш дом сгорел, не дай Бог, не сделай так, что дом будет мгновенно опять существовать, как будто пожара никогда и не было. Потеряв работу сегодня, ваш телефон не зазвонит сейчас с новым предложением на работу, лишь потому что вы помолились все Богу, чтобы так произошло. Семейный конфликт сразу не исчезнет, независимо от того, как сильно мы бы этого хотели. Скорбящему человеку остается лишь взывать о помощи. И взывать нужно к Богу, даже если нам трудно в это поверить, даже если нам трудно поверить в то, что придет избавление. Верь тому, что Бог верен своему слову. И Он говорит, я избавлю тебя. Наглядный пример из Писания. Апостол Павел трижды молился, чтобы Бог забрал у него жало в плоть. И Бог забрал ли жало в плоть? Мало бы не забрал, жало осталось. Но Павел изменился. После того, как Господь ответил ему, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Физический фактор жало не исчез. Он продолжал существовать. Но в сердце Павел получил избавление. И что делает Павел, когда он получает ответ от Бога? Он прославляет Господа словами. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Это и есть избавление, которое получил Павел от Бога. Братья и сестры, нам нужно прекратить оправдываться словами, что у нас мало веры. Для того, чтобы увидеть великие дела Божии, в нашей жизни не нужна великая вера. Вера с горчичное зерно может совершать чудеса, и мы знаем, мы знаем эти места Писания. Нам всем стоит научиться примирять ту малую веру, которую Бог дал нам. Ту малую веру, которую мы уже имеем, научиться примирять ее. что же касается грешников 16 по 21 стих. Понятно, что теперь судья обращается к другой части народа. Это часть народа, которые делают вид благочестивых людей, но живут совершенно иначе. Бог утверждает, что у них нет никакого права набожно цитировать Писание и претендовать на благословение Завета. И потом он выдвигает против них целый ряд обвинений против грешного народа. Они ненавидели наставления, более того, они считали себя выше этих наставлений. Вместо того, чтобы с радостью принимать критику, или хотя бы терпимо ее воспринимать, эта группа людей не принимала наставления, даже если наставление исходило от самого Бога. Они пренебрегали Словом Божьим, вместо того, чтобы испытывать глубокое уважение к Писанию, они бросали за себя Слово Бога, как нечто бесполезное. Они не хотели ходить путями святости, общаясь с ворами и прелюбодеями, они не слушались Господа и тем самым внушали окружающим людям недоверие в Господа. Их речи греховны. Они спокойно злословили и даже были очень специалистами по сплетению лжи, сплетению лжи и обмана. Даже ближайшие родственники не убереглись от их хулы. И так как Бог не наказал их немедленно, они подумали, что Бог так же безразличен к происходящему, как и они. Они не понимали, что Бог в своем терпении дает каждому из них время покаяться. Но теперь Бог нарушает свое молчание и обвиняет их во всем вышеперечисленном. Псалом завершается предупреждением и обещанием. Предупреждение обращается к тем, кто забывает Бога и живет так, как будто его нет. Если они не покаятся, Бог обрушится на них и уничтожит их. Очень сильные слова. В 22 стихе мы читаем, Бог говорит, «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил». Вот опять же хочется обратить внимание на слово «восхитил». Это слово «восхитил» очень мягко выражено в этом стихе. И в оригинале это слово встречается два раза. В 49 псалме, а также в книге Осии 5.14. Книга Осии, 5 глава, 14 стих. «Ибо я, как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина, я, я растерзаю и уйду, унесу и никто не спасет». «Я растерзаю» это то же самое слово, что мы видим в 49 псалме. «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не растерзал и не будет избавляющего». Господь напоминает, что он грядет, и он не будет молчать, предупреждая, что если кто не послушается к предупреждению и не покается от того, что они делают, то исходная точка, что избавляющего не будет тем, когда он придет. Те же, кто придет к нему с жертвами и благодарности, восславит его, кто ходит путями повиновения, узнает чудесное Божие избавление в момент опасности». Нам следует воспринять этот псалом не как что-то, когда-то случилось, как какой-то давний суд в Ветхом Завете или как что-то, что произошло очень давно в истории Израиля. В этом псаломе речь идет о постоянном суде Бога над Его святым и на протяжении всей, над Его святым народом и на протяжении всей истории этого мира. Друзья, я бы хотел призвать вас всех переоценить то, как мы служим Богу, как мы проповедуем, как мы поем, как рассказываем стихи, как мы собираемся на спевки, как мы там тренируемся, как мы себя ведем, когда мы тренируемся прославлять Бога, как мы посещаем наш дом молитвы, как мы общаемся друг с другом, на кухне, в коридоре, на парковке, у костра, как мы относимся друг к другу вне церкви, как мы относимся к этому миру на работе, в колледже, в школах, как мы ведем себя в наших семьях, в домах, в компании друзей, как мы разговариваем друг с другом по телефону, как мы переписываемся друг к другу. Друзья, то, как мы думаем о друг друге и то, что у нас в сердце, Бог это все очень хорошо видит. И Он очень хорошо знает, если ваши дела, что вы делаете, что мы все делаем. если мы делаем по обычаю или потому, что это стало обыденностью. Если мы лицемерим перед Богом друг с другом, и Бог молчит, это не значит, что Он этого не видит. И это не значит, что нам не придется дать за это ответ. Ответ за каждую мысль, за каждое слово, за каждое дело, каждый человек индивидуально ответит перед Богом. нам всем есть о чем просить прощения и нам всем есть о чем взывать к Богу и просить об избавлении. Да поможет нам в этом Бог видеть самих себя во свете Писания и делать правильное решение, желая искренне угодить Богу. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.